МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ21+, программа новости. Меня зовут Ольга Володина. И сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Котельные на биотопливе и чистая вода. Работа будет выполняться в методах горизонтального направленного варенья через Трелев, Кулов и Бересово-Кугольского залива. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Мурманской области выходит на новый уровень. Узнаем, какие улучшения в этой сфере произойдут в регионе. Из кризиса вышли, пришло время развиваться. То, что было год назад, в сравнении, что сейчас, то большая разница, очень большая. Предприятие Тулома ставит рекорды по надоям и прибыли. Выясним, какие перемены произошли на предприятии за прошедший год. Зрелищные шоу, мастер-классы, выставки, лекции, эксперименты. Наука – дело, конечно, серьезное, но когда, допустим, молодые ученые или инноваторы рассказывают об этом простым, понятным и доступным языком ребятам, они лучше это понимают. Побываем на фестивале научных открытий «Арктик Вейв» в Манчегорске. В Мурманской области начинается активная фаза модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В рамках региональной программы в 2024 году специалисты заменят почти 29 километров инженерных сетей на территории Североморска, Кандалакши и Кольского района. Об этом сегодня рассказали на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. В Мурманске и Манчегорске для отопления начнут использовать биотопливо. Для этого в 2024 году построят и реконструируют две котельные в микрорайоне Дровяное Мурманска и одну в поселке 25-й километр под Манчегорском. Работы проведут в рамках государственно-частного партнерства, рассказал о планах региональный министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытьев. На эти цели направят 102 миллиона рублей. Также в 258 миллионов рублей предвещено все специалисты на честь и комиссии направлено на капитальный ремонт в правах правильного запрещения на сессионном соглашении о печи с водоснабжением. Мероприятие будет проведена с населённых исполнений, печень и даже железнодорожные станции печи. В 2024 году также планируется завершить начатую два года назад реконструкцию сетей водоснабжения. Благодаря этим работам жители мурманских районов Абрамыса, Дровянова, населённых пунктов Минкина и Междуречья обеспечат чистой питьевой водой. Сейчас у нас представится самый тяжёлый третий этап. Работы будут выполняться в методах горизонтального направленного гурения через Трех, Уколов и Пересово-Укульского залива. Кроме того, с привлечением федеральных средств в этом году в зато Североморск обновят 10 километров сетей теплоснабжения. Развитие населённых пунктов, где проживают военные и члены их семей – приоритетное направление для властей Мурманской области. Элина Шигенова, Владислав Хрущёв, ТВ21+. Обсудили на совещании и планы по ремонту дорог регионального и местного значения. В этом году благодаря стратегическому плану «На севере жить» в порядок приведут 123 объекта, 30 из них в Мурманске. На эти цели муниципалитетам выделили более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Кроме того, по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 37 километров дорог. Завершится реконструкция автоподъезда к селу Териберка. Также обновят участок Умба-Кандалакша. Кандалакша – Полярные зори, Кола – Мурмаши. Начнутся работы на Кольском мосту в Мурманске. В рамках реновации «Зато» большое внимание уделят населённым пунктам, где дислоцируются воинские части. В 2024 году будет отремонтировать 57 объекта. Два из них в Кандалакшском районе, в Северморске – 12, 38 – в Александровске и 5 – в Занозёрске. Ещё один вопрос – развитие туризма. За прошлый год Кольское Заполярье посетили 670 тысяч гостей. По словам Оксаны Демченко, это абсолютный рекорд. По данным профильного комитета, количество гостей растёт ежегодно и превышает ожидаемые показатели. А Мурманск и Териберка регулярно попадают в топ рейтингов популярных направлений отдыха среди россиян и иностранцев. Вице-губернатор подчеркнула, что в этой связи должно расти и качество услуг, предлагаемых людям. Отдельным направлением развития отрасли она предложила сделать программы отдыха на севере для местных жителей. На совещании в правительстве представили спортивное расписание мая. От зимних развлечений регион постепенно переходит к летним. Кроссовки сменяют лыжи, а сноуборды – скейты. И новинка этого сезона – серфинг. О том, какие соревнования ждут северян в ближайшее время и у кого есть шанс принять в них участие, рассказала министр спорта Светлана Наумова. В ноябре прошлого года министерством были аккредитованы две новые региональные спортивные федерации по экстремальным видам спорта. И совсем скоро мы увидим первые соревнования. 15 мая в Териберке начнется чемпионат по серфингу. Судить его приедет вице-президент Российской Федерации этого вида спорта. А из победителей будет сформирована сборная области. На территории долины Уюта северяне поборются за медали в дисциплине скейтбординг. 19 мая там же состоится полумарафон «Забег РФ». Старт ему дадут синхронно в 87 городах страны. А в конце месяца состоится последний звонок, совмещенный с фестивалем уличных субкультур. На муниципальном уровне в мае запланировано более 60 спортивных мероприятий. Так, например, в Мурманске и Апатитах пройдут турниры по настольному теннису. Ряд соревнований по плаванию пройдут сразу в 9 муниципалитетах. В Кавдоре и Кировске пройдут городские первенства по художественной гимнастике. В Североморске начнется очередной сезон городского проекта «Детский велозаезд». Для тех, кто занимался регулярно, министерство подготовило призы. Через неделю подведут итоги конкурса «Регистрируйся и побеждай». Посещая спортивные площадки, стадионы и уличные тренажеры, северяне сканировали QR-коды и отмечались на объектах. Самых активных и удачливых в каждом городе определяют во время прямой трансляции в соцсетях. Александра Клепцова, Владислав Хрущев, ТВ21+. Больше 13 тысяч литров молока за сутки. Такой рекорд поставили специалисты Туломского молочного комплекса. Тулома – единственное предприятие полного цикла производства молочной и мясной продукции в регионе. За первый квартал этого года его чистая прибыль превысила 9 миллионов рублей. Хотя буквально несколько лет назад компания была на грани банкротства. В чём секрет позитивных изменений, узнал Кирилл Грапеняк. Уже 90 лет в Кольском Заполярье работает совхоз Тулома. В истории предприятия были взлёты и падения. Последний кризис случился несколько лет назад, когда долги и убытки превысили десятки миллионов. А в СМИ стали появляться сообщения о продаже имущества. В ситуацию вмешалось региональное правительство. Сменилось руководство компании. Тулом на протяжении уже четвёртого квартала подряд показывает положительный финансовый результат. И по году финансовый результат предприятия был 35 миллионов чистой прибыли. За этими цифрами стоит труд людей, да, очень серьёзный. И показатели, именно производственные показатели, говорят о том, что эти цифры не просто так нарисованы. Недавно в хозяйстве поменялся подход к работе. Увеличили зарплаты действующих сотрудников. Начали активно привлекать новых. Правда, всё ещё чувствуется нехватка ветеринаров, ассиминаторов, дояров, механизаторов и трактористов. В прошлом году на предприятии обновили электрооборудование. Заменили окна, привели в порядок фасад, отремонтировали пол в коровниках, закупили новую технику. То, что было год назад, в сравнении, что сейчас, то большая разница, очень большая. То есть у нас и поменялись рационы, да, с чего мы начали в первую очередь. За месяц в совхозе рождается до 80 младенцев, а в дойном стадии больше двух тысяч коров. Это так называемый детский сад для телят. В таких небольших домиках живёт подрастающее поколение. В течение месяца эти малыши переедут уже в другое отделение. Нововведение сказалось на здоровье животных и на увеличении производства молока. В этом году предприятие установило рекорд. Больше 13 тысяч литров за сутки в ближайшем будущем. Планируют запоставить современное доильное оборудование. Это поможет увеличить качество и скорость дойки. Кирилл Грапиняк, Станислав Евглевский, ТВ21+. Гонка дронов, соревнования робопсов, финал научного марафона «Аймейк» и другие активности для будущих инженеров. Наука во всех проявлениях была представлена на двухдневном фестивале «Арктик Вейв» в Манчегорске. Участники увидели множество инновационных проектов, познакомились с опытом ведущих специалистов в различных областях инженерии и техники, творили и проводили опыты. Как это было, расскажет Юлия Барабан. Фестиваль научных открытий – знаковое событие для будущих инженеров и изобретателей, которое организует компания «Норникель» с 2015 года. Его задача – поддержать инициативу молодежи и пробудить интерес школьников к науке и технике. Каждый сезон фестиваль проходит в разных форматах. В этом году «Арктик Вейв» объединила концепция «Город инженерных решений». В этом городе кипит научная работа. На площадках ребята изучали робототехнику, запускали дроны, создавали сувениры 3D-ручками, исследовали VR-пространство. Мне очень понравилась VR. Я попробовала себя в роли экскаваторщика. Также посмотрела, как люди работают на КГМК. А в ЛИН-лаборатории Мончегорского филиала корпоративного университета «Норникеля» смоделирован процесс получения никеля высших марок в Кольской ГМК. Вот здесь начинается эта апплотация. Представь, стоит такая огромная-преогромная бочка. В ней постоянно вот так бурлит вода. В нее там подмешивают определенное вещество, и из-за него медь вся с пеной поднимается наверх. А никель оседает вниз. О сложном просто. В брифинг-холле прошли лекции от экспертов в области робототехники, космонавтики и ядерных технологий. В случае горения — это процесс атомный, химический. А в случае физики — ядерный. У нас происходит процесс, когда мы заглядываем в самую серединку атомов, то есть в их ядра. И там процессы имеют энергию в миллион раз больше. Наука — дело, конечно, серьезное, но когда, допустим, молодые ученые или инноваторы рассказывают об этом простым, понятным и доступным языком ребятам, они лучше это понимают. И чтобы увлечь ребят как раз такими предметами, как физика, химия, даже математика, нужны как раз такие мероприятия. Сейчас та база, которая предоставлена здесь для ребят, и те возможности, которые есть в нашей стране, ну это просто колоссально. Они не то, что могут, они обязаны реализовать свои мечты, воплощать их в жизнь, добиваться своих целей. Ну и этому сопутствует Норникель, Кольско-гурнометологическая компания. Здесь мы вкладываемся, и самое главное — это дети, это развитие подрастающего поколения. Я сейчас участвовал в защите проектов финалистов, и действительно я потрясен. То есть настолько интересные идеи, настолько талантливые у нас с вами детки, я просто восхищен. Конкурс изобретателей — финальный этап инженерного марафона «Аймейк», который проводит Норникель в регионах, где ведет бизнес. На защите проектов свои наработки представили девять школьников из Мурманской области и Москвы. Ребята действительно демонстрируют правильный научный подход от постановки гипотезы до расчета моделирования и до реализации прототипа. Они мыслят и готовы штурмовать идеи о практической применимости изделия. Познакомиться с уникальными изобретениями могли все участники фестиваля на выставке лучших проектов последних сезонов. Датчик влажности, который регулирует микроклимат в доме и усовершенствованный пакет для анализов дыхательных проб, разработки десятиклассницы Екатерины Лемаровой из Никеля. Аймейк мне помогает пробовать себя в разных ролях, так скажем, и это помогает мне определиться с будущей профессией. После того, как Ярослав Колпаков разбил несколько экранов смартфонов, он задумался, а почему бы не создать устройство для прочной установки и вырезки защитного стекла. И с этой идеей стал финалистом сезона научного марафона. Прототип изобретения привлек внимание сверстниц. Какие планы у тебя на это изобретение? Вообще, если оно пройдет, возможно, изучу такой материал, как гидрокарбот. Это моя самая первая нашивка, которую я получил. Я ее получил за проход в сезон Аймейк в 2022 году. Каждую нашивку нужно заслужить. Особенно дорога медаль от Роспатента с международной выставки изобретений. О своих достижениях с гордостью рассказывает журналистом 14-летний мейкер Артем Ивлев. В финале «Манчегорец» представил изобретение «Арарат» – браслет для походного туризма. Эти и другие изобретения могут быть применены на производстве. Финалисты конкурса приняли участие в сессии обратной связи «Докрути идею». Обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества с сотрудниками Кольской ГМК. Юных изобретателей ждет экскурсия на производственную площадку компании. Если они побывают у нас в компании, они смогут продолжать дальше изобретать. А мы как компания и более старшие руководители наши смогут поставить перед ними определенные задачи уже, именно производственные. Крайне важно, это очень важно, чтобы в разных городах по всей России проводить такие мероприятия. Чем больше их проводится, тем больше у нас будет инженеров, науки, изобретателей своего производства, своих новых востребованных на международном и всероссийском рынке изделий. Инженерные шоу, опыты и эксперименты добавили зрелищности и не оставили равнодушными всех, кто побывал на празднике научных открытий. За два дня фестиваль посетило более двух тысяч горожан. Юлия Барабан, Влад Хрущев, ТВ21+, Манчегорск. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. В Мурманске сегодня горел деревянный дом. Пожар произошел на улице Павлова. На месте работали пожарные и наша съемочная группа. Информация о возгорании на крыше в 45-м доме на Павлова поступила в Главное управление МЧС в 13 часов. На место пожара уже через пять минут приехали огнеборцы и специализированные пожарно-спасательные части. Сразу за ними прибыли сотрудники первой пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что предварительная площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Основной очаг находился на крыше, на кровле. В данный момент сотрудники МЧС продолжают тушить крышу и проверять внутренние помещения. По предварительной информации на момент пожара там никого не было, но и сам дом должен идти под расселение. Причины пожара устанавливают сотрудники МЧС. Дом не жилой, поэтому никто не пострадал. По информации из документов городской администрации, в здании было прописано 18 человек. И все они из аварийных квартир давно съехали. Первоначально расселить дом планировали до 1 сентября 2025-го. Однако в августе прошлого года срок уменьшили на год. Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ27+. А в минувшие выходные из-за пожаров сразу несколько заполярных семей остались без жилья. Кроме того, в серьезной аварии под Кандалакшей погибли три человека. Подробнее о происшествиях выходных в нашей сводке. В Кандалакшском районе лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и грузовик фирмы «Ман». Проезжавшие мимо водители сняли жуткие кадры с раскуроченной легковушкой. Страшная авария унесла жизни трех человек. В Апатитах произошел пожар в пятиэтажке. Попасть в квартиру получилось не сразу. Дверь пришлось вскрывать. В помещении не было людей, поэтому обошлось без пострадавших. Сгорела кухня, остальная квартира закопчена. В Заполярном пожарной спасли мужчину из горевшей квартиры. Возгорание произошло в воскресенье, в праздничный день. Огонь уничтожил две комнаты в одной квартире и перешел на соседнюю. Оба жилища оказались полностью закопчены. Однако из людей никто не пострадал. Лада Егорова, ТВ21+. Инженеры Северного флота провели практические занятия. Мучения прошли под руководством опытных офицеров и инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции. Бойцы делятся своим опытом не только с военнослужащими по контракту, но и по призыву. Заминировать подход к складу с имуществом минами ПМН-2 и ОЗМ-72. Командир водолазного отделения Евгений Уфельман ставит практическую задачу бойцам. Знакомит их с различными типами мин, которые могут быть замаскированы под предметы быта и обихода. Во время командировки в зону специальной военной операции сержант занимался фортификацией командных пунктов, оборудованием позиций и укрытий. У сапера, как говорится, нет права на ошибку, без права на ошибку. Поэтому, соответственно, максимальная координация действий, движений. Два-три раза в голове проработаешь ход своих действий. То есть, обнаружил какой-то взрывоопасный предмет, минус, что-то еще. Соответственно, проработав в голове, что ты будешь сейчас делать, как ты это будешь делать, последствия какие-то, что-то может быть. Потому что то, что, как говорится, написано в учебнике, как это все делается по учебнику, ну, там это не всегда так. Во время занятий военные саперы выполнили целый ряд учебно-боевых задач по обнаружению и обезвреживанию миновзрывных устройств. Бывают минометные обстрелы, под ним приходится тоже работать. Здесь много сложнее, когда тебя видят фибидроны, там они летают, происходит сбросы. Более надо быть концентрированным, внимательным. Со слов командования инженерно-саперного взвода, регулярная подготовка и навыки, которые приобретаются на тренировочных полигонах, помогают бойцам на практике. Юрий Монаков, ТВ21+. 39 лет назад Мурманск получил звание «Город-герой». Указ опубликовали в газете «Полярная правда». А на площади Советской Конституции в нынешних пяти углах провели митинг. Высшую степень отличия присвоили 12 городам и одной крепости, которые прославились героической обороной в период Великой Отечественной войны. Их наградили орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». А в 2016 году на пересечении проспекта Ленина и улицы Воровского установили стеллу, посвященную присвоению Мурманску звания «Город-герой». До Дня Победы осталось несколько дней. Сегодня на вахту памяти заступили школьники со всей Мурманской области. С 12 часов юнормейцы несли почетный караул у мемориала защитникам Советского Заполярья. Получить право заступить в караул у мурманского Алеши почетно для любого заполярного школьника и юнормейца. Ребята несут службу с 12 до 4, сменяя друг друга через каждые 15 минут. Первый караул налево, направо, с места, с троевым, шагом, марш! В составе почетного караула отличники учебы, активисты патриотических конкурсов и победители спортивных соревнований. Сильный и порывистый ветер, частая погода для сопки, зеленый мыс. Но это ребят не пугает. Радость испытываю, что я нахожусь на таком замечательном мероприятии. Мы раз в неделю выезжали к Алеше репетировать, как заступать на пост номер один. Мы к этому долго готовились и думаю, что у нас все получится очень даже хорошо. В период подготовки к несению вахты почетного караула в школах проводятся недели боевой славы. Уроки мужества, торжественные линейки, встречи с ветеранами, которых с каждым годом остается все меньше. Мы в этом году в марте провели впервые вообще для нашей области конкурс среди постов, среди отрядов постов номер один. И у нас команда «Победитель», которая в этом году заняла 4-я школа города Апатита, она в этом году будет представлять в Мурманской области, в городе Минске, в конце июня на международном слете постов номер один. Вахта продлится до 7 мая. Завтра ребят сменят школьники Североморского кадетского корпуса, школ Ведяева, Гаджиева, Тулумы, Мурманского лицея и Центра дополнительного образования Заозерска. Александра Пескова, Максим Чинкин, ТВ21+. Традиционные торжественные мероприятия состоялись и в Долине Славы. Прохождение знаменных групп и парадных расчетов, возложение цветов и концертная программа. С подробностями Юрий Монаков. На черной гранитной стене ровными столбиками выбиты тысячи фамилий. Среди них Светлана Смагина пытается найти своего дедушку, который погиб на Кольском полуострове в первые дни войны. Фамилия его Степченко. Но когда были до этого еще выбиты, был Степанченко. Поэтому моя крестная ходила в архив, поднимали архив, чтобы исправили букву. Я не знаю, исправили, не исправили, но Степченко здесь есть АК. Из года в год в Долину Славы приезжают тысячи людей. Школьники, общественники, поисковики, труженики тыла, ветераны и дети войны. Для них отдать дань памяти и уважение погибшим в те страшные годы – священный долг. Страшно, это только не то слово. Говорите, ой, там страшно говорить даже об этом. Страшно говорить. Мы были в концлагере, поэтому мы там и родились в концлагере. Очень рада, что пришли помянуть ребят. Это очень рада. Очень рада. Довольные такие, счастливые. И дай Бог здоровья всем. Именно здесь, в Долине Славы, советские воины ценой жизни остановили фашистских захватчиков и не позволили им прорваться вглубь Кольской земли. Ветераны, дети войны, труженики тыла и огромное количество детей, которые здесь чтят эту традицию, помнят наших воинов-победителей. И вот именно благодаря этому такой вот генетический код народа-победителя позволяет всегда отстаивать интересы нашей страны и побеждать любого врага. Как рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Габанцов, воины-североморцы, как и 79 лет назад, сражаются с нацизмом за безопасность народов России. И подвиги защитников Заполярья всегда в веках останутся, и как пример для наших современных защитников, и будут в дальнейшем также ориентироваться на них. Впервые в митинге принимали участие и бойцы-участники специальной военной операции. Мы знаем, что дух воина Заполярья – это испытание силы и стойкости. Это борьба с природой. Но именно здесь заканчиваются настоящие герои, непокоребимые своей верностью и доблестью отчизны. Торжественная часть началась с прохождения знаменных групп, парадных расчетов и оркестра Северного флота. Затем северяне возложили венки и цветы к памятнику скорбящей матери. Тема войны и мира, они всегда рядом. Радость, печаль. И самое главное, вот в этих мероприятиях, что жизнь продолжается только тогда, когда есть память. Поэтому сегодняшние мероприятия, они очень важны для подрастающего поколения и для нас. Потому что это очищение души. Мы должны знать всех тех, кто отдал жизнь за нашу землю. И я думаю, что после таких мероприятий, наоборот, только у каждого появляется такая гордость за защитников Отечества, как годы Великой Отечественной, так и нынешних поколений. Сопровождался митинг-концертом, где прозвучали песни военных лет. Для северян работали тематические площадки. Одна из них – выставка военной техники и медицинского оборудования времен войны. Гости могли рассмотреть различные экспонаты, ознакомиться с фронтовыми письмами и рисунками, погрузившись в атмосферу героических будней. Юрий Монаков, Максим Кравченко, ТВ, 21+. Копию Знамени Победы активные и неравнодушные северяне подняли на гору Нюдуайвенч, которая расположена вблизи Мончегорска. Таким образом, работники Кольской ГМК, представители профсоюзной организации компании, школ города и Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи «Зато Александровск» присоединились ко всероссийской патриотической акции – эстафета Знамени Победы. Восхождение организаторы решили совершить 30 апреля. В ночь на 1 мая 79 лет назад на Рейхстаг было водружено Знамя Победы. Путь вдоль горнолыжного склона занял полчаса. Затем активисты нашли наивысшую точку, вершину, на которой было бы отчетливо виден флаг. После там же на вершине участники восхождения обсудили дальнейшие совместные патриотические мероприятия, в том числе посвященные 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, которая будет отмечаться в октябре этого года, пообещав и дальше заниматься патриотическим воспитанием молодежи. В Заполярье вернулись холода. Однако это не повод откладывать обновления весеннего и летнего гардероба. Как найти себе высокотехнологичную, качественную, а главное – стильную одежду, расскажут эксперты. По просьбам мурманчан, норвежская выставка возвращается в торгово-развлекательный центр «Форум» еще на одну неделю. В ассортименте верхняя одежда от ведущих европейских брендов коллекции «Весна-лето». Все то, что не успели вывести иностранные компании после введения западных санкций и закрытия границ с соседними государствами, например, Финляндии. Хранить на складах – это очень дорого. Наша компания «Орсо Групп» выкупает этот товарный остаток и распродает по всем регионам страны со скидками от 40 до 70%. На выставках представлены – это канадские и норвежские аляски, скандинавские и финские пуховики, облегченные дубленки греческого и финского производства, также кожаные куртки. Порадовать модников и модниц могут скидки от 40 до 70%, а широкий размерный ряд от 42 до 74 позволит выбрать подходящую модель обладателям любой фигуры и комплекции. Представленная верхняя одежда высокотехнологичная и удобная, изготовлена из качественных материалов. Представляю вам греческую дубленку от компании «Геолосина». Данная модель выполнена из натуральной тафти-ковчины и хлопковой замши, которая в свою очередь обработана лазером, поэтому является непромокаемой и непродуваемой. Также данная модель идет на дополнительной платформе, которую в случае чего можно отсекнуть, дабы укоротить ее. Модель выдерживает плюс 10-минус 10 градусов. Моделей с каждым днем становится все меньше, уменьшается и количество вариантов на лето. Чтобы успеть выбрать своего претендента, действительно стоит поторопиться. Интересные модели. Вот на мне тоже очень хорошие. Девушка мне посоветовала, понравилось. Купить верхнюю одежду европейского качества жители Мурманска могут с 8 по 12 мая. Время работы с 10 утра до 9 вечера. По адресу Кольский проспект 134, торгово-развлекательный центр «Форум». Первый этаж, главный вход, третье помещение справа. На месте бывшего магазина «Белорусская косметика». Найти выставку всегда можно по воздушным шарам. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru, на нашем YouTube-канале и в социальных сетях TV21 в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Телефон редакции 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, завтра в Кандалакше 0, плюс 2 снег. В Умбе снежно, около 1 градуса выше нуля. В полярных зорях минус 1, плюс 1 снег. В Апатитах также возможны осадки, около 0 градусов. В Кировске снежно, минус 1, плюс 1. В Кавдоре возможны осадки, около 0 градусов. В Манчегорске днем снежно, минус 1, плюс 1. В Лавозере также возможен снег, до минус 2. В Оленигорске 0, минус 2. Осадки. В Никеле также возможны осадки, около 0 градусов. В Заполярном минус 1, плюс 1 снег. Снежно будет и в Северомурске, до минус 1. В столице Заполярья осадки, около 0 градусов. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин